ВИДЕОКУРС СМОТРИ И РАБОТАЙ ВИДЕОУРОКОВ ДЛЯ АВТОМЕХАНИКОВ ОТ КАНТИТЕК Меня зовут Штефан Майер, и в каждом видео я буду показывать вам разные двигатели. В роликах показаны самые основные этапы работы для профессионалов на СТО. Сегодня я представлю вам 2,3-литровый дизельный двигатель мощностью 88 кВт с кодом F1AE0481D от автомобиля Fiat Ducato 2006 года. Для этого двигателя вам потребуется ремкомплект ремня ГРМ CT1148WP1 с водяным насосом. А также, что очень важно, наш технический бюллетень для этого двигателя из нашего PIC. Под рукой также следует иметь оригинальный специнструмент. Перед началом работы необходимо снять правую фару, расширительный бачок системы охлаждения, бачок стеклоомывателя и защитный кожух ремня ГРМ. Затем установите двигатель в верхнюю мертвую точку первого цилиндра. Для этого имеются 4 фиксатора. Один фиксатор предназначен для коленчатого вала, другой для звездочки распредвала и еще два для фиксации распредвала сверху. Замените болт под торг в блоке двигателя на фиксатор. Вкрутите оба фиксатора сверху в клапанную крышку. Для этого удалите две резьбовых заглушки с помощью шестигранного ключа на 6 мм. Подвижный штифт должен входить в зацепление с распределительным валом. И, наконец, вставьте этот стопорный штифт в звездочку распределительного вала сверху. Хорошо, теперь ослабьте натяжной ролик и снимите ремень ГРМ. После этого вы можете приступить к установке новых компонентов. В этом случае вам нужно также снять звездочку топливного насоса, потому что корпус помпы достаточно большой. В наборе вы найдете важную информацию об установке резиновых уплотнений. В набор входят три резиновых уплотнения. Два из них одного размера, но разного цвета. Черное уплотнение предназначено для топливного насоса, а маленькое серое уплотнение — для прилива корпуса помпы сверху. Большое уплотнение предназначено для посадки. Теперь вы установили компоненты из комплекта. Перед установкой ремня ГРМ нужно ослабить звездочку распределительного вала с помощью упора. Теперь можно приступать к установке ремня ГРМ против часовой стрелки, начиная со звездочки коленчатого вала. Будьте внимательны при установке натяжного шкифа. Новый натяжной шкив выглядит и устанавливается иначе. Поверните рычаг натяжителя против часовой стрелки с помощью шестигранника, пока вырез полностью не перекроет это отверстие. Почему так важно изначально максимально натянуть ремень? Мы имеем дело с совершенно новым ремнем. Резиновые зубцы большие и сначала должны полностью обжаться шестернями валов. Максимально натягивая ремень, мы помогаем резиновым зубцам попасть в выемки на звездочках. Это позволяет зубьям ремня принять форму звездочек и избежать последующей просадки. Теперь снимите все фиксаторы. Затяните звездочку распределительного вала с помощью динамометрического ключа и прокрутите двигатель восемь раз в направлении вращения. Затем верните двигатель в положение ВМТ первого цилиндра. Теперь вам нужно снова отрегулировать натяжение. Ослабьте болт натяжного ролика и совместите отверстие с вырезом. Так, почти готово. Теперь нужно просто проверить, что все элементы установлены на место. Следуйте спецификации автопроизводителя, особенно в отношении моментов затяжки. Помните, во всем нужна аккуратность. Не забывайте о нашем знаке качества. Наклейте наш стикер на хорошо видное место под капотом, чтобы заказчик видел, что ему установили высококачественные запчасти. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok